Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение битвы на шестерых в Сидмерс Цивилизейшн 5. Я играю за Швецию, и если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, всё-таки лучше начинать с самого начала, а если ссылку в верхнем правом углу не видели, то в описании. Ну а всем, кто смотрит с самого начала, приятного продолжения просмотра. Да, вы издеваетесь просто, ну. Просто разбираешься с юнитом, появляется новый, ну это какой-то трындец. У меня сейчас секунд 15 юнит отвечает на ход. У меня тоже не ходит. Да, так у всех не ходит. Слушай, Сережа, ну туда выходи, собственно, чё ты, если ты потерял, тогда давай сейчас. Выходи, идти к типу. С Батым можно перенимать посольство? Нет. С Батами вообще никаких нельзя вести. Только война и мир. С Батами можно посольство, если... Нет. Напоминаю, как террористы, короче. С них переговоров нельзя вести. А если я сам террорист? Ты чё, бот, что ли? Ладно, спасибо за игру. Удачи. И тебе спасибо. Да, спасибо. Блин, бедняга, чувак ждал игру с 12 дня, чтобы потом посидеть полчаса, и сколько там, минут 40 поиграть. Ты его хотел на улице ставить. ну я немножко придумал что третий радиус перекупил на ригу да там да там не очень понимаю ночью лаки прошли может он конечно построить потом уже блин вообще надо посела и потом нацколледж посела я все-таки сюда поведу третий город ставить где-то вот сюда наверное или на лес но лес хотелось бы сохранить тут не так много производства будет одно раз я точнее займу шестое место мне кажется сейчас его такие леса вчители артемида ну зачем есть спорная территория нужно ставить города он поставил бы поставил 4 города ну скорей что тему не забыть их посол всем ты не собираешься не агрессирует уже все время живем живем это же это же викс какой агрессирует что это же викс он добрый сосед у меня с виксом никогда не играл и не знаю агрессивного человек паук да человек паук добрый сосед и живем в паук ну как так я иной басмадрил кино это хорошо ну вот что это за рождение кучи юнитов чё началось вообще так я колесо открыл открыл я сначала тут клетки обработать сюда буду ставить блин неужели там лагерь варваров тут я прекрасно помню кто нет я ты куда будешь город на право ставить подвинить ну я вот побережье и живите но я тогда буду там подчиниться ли но помню хорошо может пока не справа от пина слева спина поставить я не против экспансии короче да ну пока по маку нет нет я не буду ставить вверх я лично чекотку г я не знаю я не знаю как дела а ничего а далеко ты алексей оттуда порагиваешься ну так относительно ну ты же больше не очень буду радость не найдешь ищи я против давай ну я буду против если ты прагу будешь брать имею ввиду интересно где это прага может только хокке имеет ввиду да алексей или у меня скоро будет серебро пока час нету надо мрамор обработать в первую очередь хотя я еще к луста не открыл вам да здесь по ходу лагерь варваров скаута вести так минус по золоту существо нен без а за ним городу к на море вообще грабили а что вот это все тут нормально что почему-то слева столица может поставить городки очень я только расставить вот потом у тебя еще есть вместо того то где мрамор тоже нормально без погоди ты где слева от типа на царском амсаки петру очень классно знаешь я петру же строй хочу построить столице авторит что мне остается просто будет по нулям из они построят петру движка там половину территории ну ладно не половина где-то означает артиполы столица да стоит у тебя кажется полотне ну по моему петра может быть чуть-чуть потянет и все они потянут как раз 7 ходов есть с этим лагерем разобраться на той ты собираешься петру строить петру за то что ты вот так вот не помог но я даже претендовать не буду и пошла сразу помог но применял в таком случае попробую сейчас вытянуть высокорфаген из пятой точки такие как на ну и и а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok И не забудьте воспользоваться фразой Леши играет для получения бонусов Ну вот что это вот это вот Слушайте, а вот как, от чего зависит вообще генерация варваров из лагерей, мне просто интересно То у меня был один лагерь, я его практически уже убил И на нем стало чуть ли не каждый ход по новому юниту появляться Просто тупо Я не знаю, с чем это связано Но у них там вроде есть определенная последовательность появления, если ошибаюсь Просто фигачат юниты, я их тут сижу, бью, 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 бью Один лагерь, один Я в твоем месте взял честь Просто взял, даже не стал бы и дальше закрываться Не очень хорошая идея прочесть То этот лагерь просто морские юниты Стои, пожалуйста, на овец слева Эти будущее, не знаю Ну, чтобы перекрыть путь варвару, который украл рабочий Может здесь еще лагерь какой-то просто Я пока сам отхерюсь Но у тебя пить не станет, он прям совсем лох и поешь на пару хп Он в себе убьется Спасибо большое, он не прошел Ладень и вишень не убьется Только ты самого не загоряй Ладно Ну, хорошо Спасибо за внимание Чуть дольше город будет расти, но это норм Кстати, еще Петру могу в Стокгольме построить Для дополнительного каравана не помешает Это быстро лечится Стоя здесь Я подведу Лука и разберусь Мне четыре хода Нету смысла Третий город пока ставить будет Куда он побежал? Да ладно И как ты можешь ему перекрыть проход? Нет Вам встать все чуть выше овец Нет Ничего не могу Ой, он убился Ты говоришь изверенности Я реально не могу Здорово Я реально не могу Я могу только назад выступить Я же с холма прыгаю Без вредности Без вредности Так, через четыре хода в сектуне надо будет колосс строить Потому что там, ну, есть люди, которые столицы поставили на реке И через два хода уже может появиться Пророк Да, 134 У меня будет 136 И на 59 ходу вполне может он сразу появиться Надо будет религию брать Кстати, что у нас там Очень хорошо Вернись Что в этом лагере морские юниты делают Иди, иди Нет, давайте так убьем Слушай, Рэйвен, как нам можно вообще встретиться? На туалле спрашивают? Да, да, да Ну, ты что видишь? Ну, встретиться просто, чтобы, ну Я понял, что ты видишь, как себя Ты видишь, Куалбампур или Катманду? Да, я вижу оба эггэшки Я прям про Экатманду и Дим И там вижу мои границы, которые вы купили олень Там бежит одна коляска На одна, не парься А папа-то за ней еще одна За ней еще Я пока зачищаю А, это пока что, да Да, потом пойду у тебя убивать О, тут еще что-то есть Нет, хорошее место То есть видите, какая-то территория Тебе не сказать, отменим чего Давай, два хода город не ставит, не забыть об этом Анатолия, ты, видимо, на соль будешь менять, да? Могу на соль, могу на соль просто вернуть Ну, мне пофигу, честно говоря Да ладно, ну что это за Это очень не в тему, блин Сейчас еще появится какой-нибудь юнит и захватит Сюда лучше встану А, ну да, это этот Я его просто не увидел, блин Пробегусь тут проверить, что тут не будет лагерей никаких Я через два хода переключусь на колосс О, 12 счастья Чей-то союзник? Нет А что у меня 12 Вино Странно Не понимаю, почему у меня 12 счастья стало Так, давайте колосс Так, нацколледж я построил, да? Проверочка Поэтому город ставим Будем морские караваны пускать Привет Вино Надеюсь, добавятся эти олени, тоже амбарный ресурс. У Швеции всегда хороший старт на олени. Так что... Вот мне уже обрабатывай эту историю, пожалуйста. Ну, так или иначе, мне твой хлопок нужен. Можем или нет? Только позже. Я, знаешь, как я взял, могу обработать сахар и какао, тебе дать сахар и какао за хлопок. Тебе такой момент понравится? Мне вообще нужна соль. Соль? Ищем Анатолия. Нет. А где вот он? Где подстаю? О, господи, это, 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 это коляска. Война, война, Варвара. Так, давайте мне, пожалуйста, соль, полкило и декларация дружбы с принятием посольства. О, спасибо. Анатолий, а у тебя еще соль там будет? Просто мне будет не завалить. Просто будет, давайте сейчас так вот отменяемся. Спасибо. Ну, осталось тут город поставить, и я в шоколаде, в принципе. Жалко, вот мехов я не могу. Для братанов ничего не дам. Не очень как бы тут место для города, и до мехов я никак не дотянусь. Раз, два, три, четыре, пять. Видите, пятый радиус, вот он, да? И тут раз, два, три, четыре, пять. Как раз вот меха просто вне пятого радиуса даже. Блин, он сюда встал. Придется из города выйти. Кстати, традиция, традиция, окей. Ага. Кто-то обогнал с религией, нормально, да? 161. Не бойся палкой. Значит, на пагодой возьмем. а какой там были апельсины а еще и американцы можно сказать что стоило нацколеж в секту не строить типа потому что она единственно меня у горы стоит рим уже к хоккею берет похоже шоколадку или это варвары точно замирился с к хоккею может он прагу тогда взял уже нет бикса ты вообще гена хочет ли ты реально не могу понять он подо мной а он внизу внизу на геном и но Пишите, Амрам. Пишите, Амрам. Пишите, Амрам. Пишите, Амрам. Во-первых, потому что в то время, как Ахиллес строил Артемиду, американец строил армию, да, а вторая — это лаги, и они были в пользу Анатолия в итоге. Вообще, он еще на Петра рассчитывал, у него столица такая семья, то есть, ну, как он и говорил, ну, пара солей, пара пшениц, да, а потом все, голо отпустили, короче. Продолжение следует... Монастыри, ну да, монастыри у него классные, у него там вино и благовоние как раз. О, у меня еще и крабы будут, зашибись. Хорошо, я Хельсинки поставил. Хельсинки я поставил хорошо. Так, ну и как мне бы Рэйвена и Викса теперь встретить? Проделил, иди на расслок, и все. Тут пройти можно спокойно. Я слабо даже, кто-то тут мне оцениваешься, шоколадки мне будете предложить. Альпингольд? Нет, Ретерспорт. Ну, тоже ничего. Альпингольд, да, уже скатился. Естественно, патронаж для Швеции. Так, ну что, построим Петру и четвертый город. Да, Карфагин, конечно, старт у тебя, мягко говоря. Говно. Это же говно, я не назову просто. А что тут? Это просто вообще какой-то ноль. Что есть, что нет. А вы не верили мне. Вы говорили ой, сиди, терпи. Да, чего-то, конечно. У меня Петра особо не спасет, но сдаст мне небольшой бустик. Маленький совсем. Караванчик? Караванчик, и у меня два Петра Холма, и... И четыре пустые клетки пустыни. Вы хотя бы как равны, неплохо. Ну, это да, это на Петра. Поэтому я надеюсь, что ты не строишь. Ты ведь прав? Прав, прав. Мне приятно, слушай, спасибо. Так, мавзолей там построили. Полетский катышный москвой. Ну да. Интересно, интересно. Понимаете, сначала караван. Я из Хельсинки в Стокгольм. Хотя три хода построиться. Перекину. Четыре один хода он будет. Давайте пока так сделаем. Что там Рим хотел Прагу взять? Он ее берет? Вообще нет? Или он Кахокию хотел взять, у нее не хватило сил на нее? Не очень понятно. Сейчас я двумя скаутами побегу. В общем, в принципе, нужно уже этим бежать. Просто хотел вылечить до конца. Тут есть два варианта. Либо сделать упор на миссионеров, ими распространять, а потом выйти быстро в Аюсофию и ею укрепить религию, либо наоборот. Поставить появление пророка, им укрепить, а построить Барабудур и три миссионера. Наверное, все-таки через Барабудур круче. Поэтому давайте Great Prophet, а сам пойду в Аюсофию. Продолжение следует... Давайте даже я, наверное, караван в Стокгольме построю. То есть тут обы... Да, обменю. Обычный караван, а в Сектуне я морской. Сейчас инженерное дело откроется. Я здесь морской начну после. Потому что надо из Хельсинки в Сектуну пустить. Плохо всем, что ты пускаешь караван в ГГшке. Ну почему же? Я как бы в ней-то профитно. А почему не в меня? Из тебя я не получил столько, сколько я получил с Городок Сударства. Ты из меня получишь респектную уважуху. А, понятно. Я так и есть. Да, но респектом я уважуху, но, к сожалению... Ты так не будешь, да, или что? Почему не будешь? Будешь, что-то. Почему ты начал меня обгонять по... А, нет. Что ж, ты, а кого-то в 62 пробки? У Тарусу, что ли? Или у Тарусу, что-то все очень плохо. У Леша там все хорошо, да? Да, да. А, что с учетом? Что такие проблемы? Так, я думаю, у него... У него сухари кончились. У него депутатия началась. Понятненько. Он думать не может без них, да? Эти мелкая моторика, она, знаешь, расслабляет. И возможность там... У меня там руки дрожат, голова болит, не знает, что делать, сидит. Сухари кончились. Я только посмотрел, может, дрем захватить. Ой, что началось-то. Блин, ну я смотрю, 20 пробки, но... Ну, может, он растет. Я постоянно найду. Да ладно. Ура. Урвал все-таки, блин. А, ну, в 3-й городе идутся, да? Ну, что-то было. Блин, хорошо, что там на моем месте играет не комик фаер. А тут такое бы началось. А еще фаер обычно делает, я с ним мало играл. Месяц всю карту? Месяц? Ну, пытается быстрее закончить игру. Поэтому правильно делает мое уважение. А, так у меня золотой век, вот почему я тут первый. Так что особо не обращайте внимания. А то, что по населению, по еде, по золоту, да по всему остальному первоамериканец, это никого не смущает, да? Нет. Сколько тебя? Ну, американец захватил хорошие города. Что бы мне не нравится. Ну, он еще дальше будет, еще лучше раз. Конечно. Я только мне сейчас хватило, в принципе, одного вот улыбья посмотрел, что там, там достаточно. Ну, вот тут ставлю. Американец, ты не будешь возражать, если я поселюсь правее, как в Манду? Нет, конечно. Какие вопросы? Какая территория? Точно? Хуёчно, да. Ну, что это за общение такое, Анатолий? Это нормально, это нормально. Это нормально. Ну, чувак, конечно, сидит, вот, стена, ГГшек, короче, и спрашивает меня, можно ли... Ну, мало ты можешь забираешься захватывать, ими откуда, знаешь, ты хочешь, извини, все, проехали. Потому что ты реально хотел бы заставить. По-моему, лучше, когда он спрашивает, чем молча ставить, нет? То есть, да. Своей стороне. Ну, мало, я, может, и хотел реально как-то. А если бы тебе запретил, мне просто интересно. Я бы не стал ставить. Вол. Так я еще даже поселиться не построил, просто, на будущее спрашиваю. Так что ничего бы не было. Так. Продолжение следует... Да, стену построим. Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то меня американец напрягает. На Атшибе захватил Зулуса с Салями. Да, на Атшибе я прям по центре карты. Так что давай его ты не будешь брать. Что-то меня американец напрягает. Он в центре карты захватил Зулуса с Салями. Да, еще урод в русском. В центре карты, да, самая лучшая позиция, согласен. Ты просто еще захватил. Что тут веселого? Тауру, что это за коляски? Тут разведы стоят. Сейчас будут коляски воевать почти в средней экологии. Я буду стоять в городе, только на колясках. На какой колясках? Это лучше моей. Подожди, ты будешь стоять в городе под столицу? Ну, не под столицу, аккуратно поставлю, чтобы тебя не трогать. Ну, так. Ты мне сейчас об этом говорил, да? Я тебе говорю, что я буду собираю. Да слушай, я могу переключиться, и все нормально. У меня вторая армия. Ты можешь начаться. А, давай, давай, погнали. Что, вяжем в войну? Просто я не понял, ты его базарь. Ты сначала сказал, что можно ставить. Я сказал, что можно кумы поставить. Я не сказал, что можно и город ставить. Я буду ставить город по-любому туда. Где-то в центре. Я понял. А то и дипломатик зависит, насколько далеко будет. Я могу поставить на железо, но я никуда не буду. Пожалуйста. Мы можем повоевать, чтобы без проблем. Просто ты играешь от войны. Ты играешь от войны 100%. Ты хочешь привязать в игру? Я не хочу, поэтому я пытаюсь, чтобы играть. Ты можешь мне сказать? Я, я несу херню. Ах, виней Таурус. Я тебе сказал, я поставлю под банан. Тебе это устроит? Под банан, который свистила сверху. Да, конечно. Ну все, мы все договорились. Ну тогда вот эта зона как бы остается. Получается, одно пшено у нас потеряет. Такое пшено, это твой пшено, вот эту таранатку мы. Да. Впрочем, я ставлю справа от железа под банан. Впрочем, я поставлю сейчас пару тысяч. Постройки, а промка 20, боже. Попугавая. Господи. Что ты меня пугаешь, что ли? Там швед. Как это было? Если ты хочешь, поговорите в шведе. Пожалуйста, говори в нормальном тоне. А никто не я пришел, поставлю здесь город. Геннадий. Антон, я тебе сказал, я поставлю под бананом и прибатрить. И обратить внимание. Я вначале тебе сказал, что я хочу просто посидеть спокойно. Я мог бы скинул дай, но мне же не стало этого делать, правильно? Ну и ты проиграл бы игру. Дарьф не спину. Вот именно поэтому я и не стал этого делать. Ты красавец. Я просто прошел говорить чуть-чуть попроще. Удивительно от тебя это, Анатолий, слышать. Просьбы говорить попроще. Ну, ты просто, наверное, сахмани. Для вас не слышать мата, потому что это страшно, невероятно. Открою секрет. Мат не всегда звучит. Анатолий, мат — это табуированная лексика. Она должна использоваться именно для выражения экспрессии какой-то. А когда ты на нем начинаешь разговаривать, то мат перестает быть матом. Он не становится матом. Это тоже нормально. Если мы говорим о том, что я живу я, это нормально. Анатолий, ты согласен, да? Мы договорились. Ставь город, без проблем. Только ты мне условий не ставь в городок. Таких, что типа, ты тут ничего не делаешь, что мне не надо так разговаривать. Ну и ты со мной не разговариваешь так. Я пришел, мы как-то все дети поприветствовал. Спросил про селение. Я вот все булочка пласково поставил вообще. По отношению к твоим городам. Разумно с твоей стороны. А разведчик он стоит у него, потому что прокачка на глазах. Он все тут мониторит. Ты будешь не против себя поставить, сурозочка у тебя под столицу. Я не хочу под столицу. Я стартовал на весь чехол, на границе. Ну ты не прям под столицу поставишься. Нет, ну Анатолий, вот, вот, ну, скажи мне, ты реально думаешь, ты ехочек? Да. Понятно, что вот сейчас надо стремиться как-то заступить. В мастерские вышел. Я тебя услышал. Ну, я думаю, что мне тоже надо после чеченицы в мастерские. О, Ликс, привет. Да, и доехали, доехали с Ямский двух. Да, да, да. Здорово, здорово. Где ты там спрятался? Давай. Это кто кого нашел? Американец нашел? Это Сямка. Что, что еще раз? Сямка. А, Сямка, покажешь мне этого человека? Ну, а как бы, я тебе покажу. На словах. Ну, слева, вон, там, виталия за американцем, там, ферми. Я на связи по ходу, а то иду перекурить. Попереди, иди. Я наскольку не могу. Попереди убивают. Очередь поставь, и все в чем? Че понял-то? Ладно, у вас много, не буду щетить над каждым. Да, у американца там все круто. Это я хотел. А кто построил? Кто-то. У кого предположили, что это был Рим? Нет. Рим только что нашел, у него нет. У него нет Леша. Да, да, так ли всего. Зачем? Сейчас будут махадочки, наверное, делать. Анатолий, убери, пожалуйста, коляску свою. Да, спасибо. Да, я про нее забыл совершенно. Наверное, на Рим пойти. Слишком много. Но на Риму Муити тоже не особо интересно. Он сидит на отшибе, кольца Ботку возьмет там или что угодно. Будет делать свои дела. Так, в Чеченицу никто еще не вышел. Давайте все-таки Барабудур попробую построить. Я могу, в принципе, еще не думаю, что... Хотя, может быть, мечеть еще смогу забрать. А вот только две ГГшки рядом. Вот это меня расстраивает очень сильно. Загляните на консулворд.ру, а на этом пока все. Продолжение постараюсь выложить завтра. Спасибо, что достарели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы достарели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Субтитры сделал DimaTorzok